Сургут как вторая родина. Сегодня уже невозможно представить, что на месте современного города когда-то были непроходимые болота и леса. Активное развитие муниципалитет получил с момента обнаружения на севере залежей нефти. Начал быстро расстраиваться. Возводили его и в материальном, и в духовном плане люди, которые приезжали сюда со всех уголков страны. Для нашей сегодняшней героини Сургут стал вторым домом 45 лет назад. В свой юбилей Рахиля Губайдулина рассказала нашей съемочной группе «Как это было». Внимание на экран. За активную, прудотворную и многолетнюю работу по консолидации башкирского народа, сохранение и развитие национальной культуры, языка и духовности награждается медалью Алдамур Сяц-Халтен Губайдулина Рахиля Абдолгалимовна. Подписал Хабиров, глава Республики Башкирскан. Для Рахили Губайдулина эта медаль не просто награда. Это результат ее многолетнего труда. Символично, что вручили ее сургутянке в 75-летний юбилей. Сохранению и развитию национальной культуры и языка Рахиля Абдолгалимовна посвятила всю свою сознательную жизнь. Именно она стала первоучительницей башкирского языка в Сургуте в 90-х. В 1994 году был впервые создан башкирский класс, который учила Рахиля Абдолгалимовна. Поэтому низкий поклон, несмотря на почтенный взрослый, элегантный возраст, она такая же активная. Я всегда поражаюсь, когда я говорю, общую группу пишу, кто будет помогать. Рахиля Абдолгалимовна приехала в Сургут в 1979 году из Башкирии. На родине окончила Уфимский государственный университет, преподавала башкирский язык и литературу. Это дело продолжила и в экономической столице Югры. Вместе с мужем вырастили четверых детей. Их тоже воспитывали в любви к национальной культуре и традициям. Мы вот как в детстве говорили, у нас папа строгий, а мама добрая. Вот это вот два слова, которые характеризуют, наверное, правильным образом родителей. Мама всегда поймет, всегда послушает. Даже если ты в плохом настроении, она говорит, ты расскажи мне, что не так. Или просто расскажи о своих эмоциях. Я тебя просто чуть-чуть пожалею. Можешь все и не рассказывать. То есть она такая, как сказать, ну вот, наверное, классическая мама, что ли. Такая добрая, заботящаяся, которая реально хранительница очага, я бы так сказал. В 2021 году Рахилю Губайдулину избрали руководителем коллектива «Мудрые бабушки». Работу они ведут колоссальную. Вместе с детьми изучают культуру башкирского языка, выступают с концертами. В Сургуте для этого есть широкое поле для деятельности. Сургут я люблю очень, потому что здесь живут все национальности, как это большой России, и они все живут очень дружно. Как будто букет цветов состоит из нескольких цветов. И вот это разные цвета, разные украшения этого букета, это национальности. И все национальности живут очень дружно. И каждая нация работает, чтобы его язык, культура, обычаи не потерялись. Свой 75-летний юбилей Рахиля Абдулгалимовна встречает с радостью и счастьем. Говорит, что нисколько не жалеет, что 45 лет назад приехала именно в Сургут. И, несмотря ни на что, продолжает активно участвовать в общественной жизни города, стараясь как можно больше передать подрастающему поколению. Я хотела бы так учиться, так бесстрашно и гордо жить, так учиться, так трудиться, так товарищей любить, чтобы награду мне вручила орден Ленина страна, чтоб вручая говорила, громким голосом она, верная труженица, учительница, дочь народа моего. Ты носить его достойно возле сердца своего.